Перед началом выпуска, друзья, я напомню, что партнер моего проекта это бренд Weapon Nutrition Сертифицированное спортивное питание, изготовленное из швейцарского сырья, которое доступно всем моим зрителям со скидкой 15% по промокоду в описании Тот самый случай, когда бренд недавно зашел на рынок, максимально работает на свою репутацию, уже успел заявить о себе и доступен как для заказа онлайн, так и в магазинах по всей стране Для которых, кстати, действуют отдельные выгодные условия Все подробности, друзья, вы найдете на сайте бренда по ссылке в описании И опять же, друзья, я очень рад, что могу содействовать их развитию, потому что новый качественный бренд на застоявшемся рынке, это на пользу всем Все профессиональные культуристы сидят на стероидах Что в этом честного? Вы ведь это знаете, правильно? Это огромная индустрия, которая производит сотни различных стероидов, начиная с 40-х годов прошлого века Которые были разработаны как для людей, так и для животных Лошадей, собак и кошек И все это они принимают вперемешку Да ты без своих препаратов ничто, перестанешь принимать и тут же сдуешься Крепким парням из тренажерных залов подобное слышать не впервой Но насколько бы стереотипным не было это мнение и как бы этого не хотели признавать сами атлеты, частично это правда Есть немало культуристов, которые и по завершении карьеры пусть и становятся меньше, но при этом отлично выглядят Кто-то натурально, другие просто на меньших дозировках, ну или же на гормонозаменяющей терапии Случаи бывают разные, но куда популярнее, как ни крути, становятся истории так называемых откатов Когда атлеты по разным причинам резко становятся меньше, причем чем откат разительнее, тем больше вокруг него ажиотаж В подобном ключе всплывают имена Жана Пьера Фукса, Мустафы Мухаммада и некоторых других атлетов Но, пожалуй, самым ярким было и остается пример Тома Принца Почти все в курсе, что он был огромен, после проблемы с почками слил всю массу Ах, этот чертову дебилдинг до добра не доведет и так далее, это вы все слышали Но затем вы на мой канал и подписаны, чтобы я копал глубже И потому для этого выпуска я объединил несколько статей и интервью с культуристом, чтобы прояснить С чего начались его проблемы, до какого ужасного, граничащего со смертью состояния он себе довел И главное, какие выводы сделал Единственное, да простят меня зрители, фрагменты выпуски будут не лучшего качества и могут повторяться Но все же, досмотрите этот выпуск до конца Возможно, он убережет вас от серьезных ошибок в будущем Бодибилдеры обнажают тело перед зрителями Они стоят как открытая книга и зрителям проще их критиковать за использование стероидов Люди не понимают, что что бы ни принимали спортсмены В первую очередь, такой результат, это результат тяжелой работы В плане работы над собой, Том Принц мог дать фору любому Еще в юности он мог пожать 160 кило Прием препаратов, по его словам, начал только в 23 года Впоследствии работал с огромными весами и весил до 140 кило в межсезонье При этом годы спустя, уже по завершении карьеры, он не скрывал, что чего только не применял В 2002 году, скажем, на подготовке он использовал 13 препаратов Но при этом не доходил до 6 и даже более граммов в неделю Как некоторые его коллеги по железному цеху В числе которых он вспоминал Крейга Тайтуса и Милаша Шарчева Сейчас стероиды достать стало слишком легко И это, честно признаться, меня бесит Обычная дозировка для того, чтобы заменить выработку тестостерона Порядка 100 миллиграммов в неделю Профессиональные культуристы и силовики используют до 5 граммов в неделю Что в 50 раз больше Следствием рвения Тома в тренажерном зале стал целый список травм Которые после не давали ему покоя Далее слова самого Тома из статьи «Когда кончается бодибилдинг?» Все болеют, не только атлеты Хотя на пике диеты и износа организма иммунитет падает И сбои в организме случаются чаще Но в моем случае они всегда проявлялись острее, чем у других Затрудненное дыхание, боли в плечах, в правом локте, в коленях Я чувствовал каждую из травм, накопленных за долгие годы тренировок Стоило прийти с тренировки домой, я сразу обкладывался льдом, чтобы просто не рассыпаться на кусочки Особенно ужасно болело левое плечо из-за раздробленного хряща Стоило мне повернуться на него во сне, я тут же просыпался из-за крика от боли Без антибиотиков и обезболивающих я бы просто сошел с ума Только они позволяли мне тренироваться дальше При этом форму татом показывал просто отличную В 97 году он получил карту профессионала и планировал развить свой успех Вот только всей его карьере профессионала было суждено продлиться всего 6 лет Помимо жутких болей в суставах и тяжелого дыхания, его мучили носовые кровотечения Порой они не останавливались несколько часов Однажды жена все же отвезла Тома к врачу Тот взял анализы и попросил расписать все, что принц только использовал Атлет пошутил, что чернил в ручке не хватит для такого, но когда список был закончен Что врач, что сам Том просто ужаснулись, насколько много в нем было веществ Причем речь даже не о стероидах или скажем диуретиках А прежде всего об антибиотиках и болеутоляющих, а также об их дозировках Врач с трудом понимал, как принц до сих пор жив с такими дозами того же адвила и бупрофена, который Том глотал буквально горстями Впрочем, результаты обследований показали, что принц действительно был в шаге от смерти У него диагностировали сердечную недостаточность, запущенные язвы в желудке и почечную недостаточность Уровень креатинина в организме был в 3 с лишним раза выше, чем у здорового человека И почки атлета функционировали только на 15% Но уже спустя 5 дней экстренных процедур почки функционировали уже наполовину от своего природного ресурса А сам принц тем временем прокручивал в голове, что ведь первые признаки у него появились еще в 2001 году Когда он все никак не мог просушить мышцы до конца и его постоянно беспричинно заливало водой Но тогда он не обратил на это внимания, не стал сдавать анализы, пожалел то ли денег, то ли время А теперь лежал с почти нерабочими почками Через несколько месяцев ему стало легче, но до конца организм так и не восстановился Том вернулся к тренировкам и выглядел на удивление неплохо Спустя 4 месяца без препаратов он весил все еще 130 кило и неплохо смотрелся Но вероятно, любой бы на его месте зарегся бы выступать еще Что же сделал принц? Правильно, начал планировать следующий турнир Правда ради он готов был весить меньше, использовал только треть прежних дозировок Расписал для себя более щадящий режим тренировок И даже раздумывал над тем, чтобы отказаться от прокарты и вновь выступить по любителям Просто чтобы еще хоть раз ощутить, каково это, выйти на сцену в качестве соревновательного атлета Он решил попробовать плавно подготовиться к своему последнему старту И сходу осознал, через какой от из боли апатии ему придется пройти без привычных обезболивающих Единственное чувство, которое, как мне казалось, я сохраню до самой смерти Это моя любовь к тренировкам Мне настолько нравится находиться в спортзале, что я никогда не мог себе представить, что доведу себя до такого состояния Но когда каждая частица твоего тела ноет от боли, ты начинаешь задумываться над тем, а зачем тебе все это надо? И все же Том продолжал Дозировки и правда стали минимальными Он регулярно сдавал кровь на анализы и старался быть осторожным Но уже через два месяца постепенного снижения калорий его накрыл упадок сил Энергии не хватало ни на что, кроме тренировок И плюс его накрыла бессонница Всего за считанные дни до турнира он смотрелся неплохо, но решил согнать оставшуюся воду И, опасаясь диуретиков, решил просто отказаться от питья Стоит ли говорить, что почки вновь не выдержали У Тома начался отек легких, из-за чего он не смог нормально дышать И хотя он нашел в себе силы кое-как дотерпеть до комнаты разогрева и даже нанес грим Выйти на сцену ему уже было не суждено Рядом с ним в тот момент находились Флекс Уиллер, который и сам завершил карьеру из-за проблем с почками и верная жена Он не выдержал, не смог выступить еще раз и понял, что на этом уже точно все Я знал, что это была почти невыполнимая задача для меня, но я все же должен был в последний раз испытать себя Не имеет значения, что произошло, но у меня есть ответ Вот подумайте обо всем, о чем вы могли бы сказать, а что если? Но вот и результат, я окончил карьеру в бодибилдинге Я хотел поучаствовать в последнем соревновании и просто не смог его выдержать Но по крайней мере я знаю, что не смог это сделать В противном же случае я бы до конца своей жизни так и продолжал бы размышлять о том, а вдруг я смог бы По завершении карьеры Том продолжал лечение, порой выглядел достаточно крепким Но был у него и период в жизни, когда от его соревновательной формы не осталось и следа И как раз эти снимки Приста часто приводились в пример Мол, стоит прекратить тренировки и тут же сдуешься, твоих объемов просто не станет Достоверно известно, что Тому все же понадобилась пересадка почки И она состоялась в 2012 году Увы, его нынешних снимков я так и не нашел Но очевидно, что выглядит он не как в лучшие годы своей карьеры Что же касается занятости, то Принц консультировал атлетов как диетолог Среди его клиентов были, помимо прочих, между прочим, Декстер Джексон и Джонни Джексон Также Том работал по специальности Что интересно, он дипломированный филолог в области средневековой поэзии А также есть данные, что они с женой организовали совместный бизнес Сейчас Тому 49 лет, 6 из которых он был профессиональным бодибилдером Он ни разу не побеждал на про-уровне, но поплатился здоровьем за свою беспечность и халатное отношение к здоровьям Он годами лечил почки, перенес операцию по пересадке органа Он страдал от боли и травм и уже спустя годы признавал Главный посыл, который я бы хотел донести до других атлетов, которые используют препараты Регулярно сдавайте анализы, прежде всего крови Я просто опасаюсь, что многие не станут так поступать Потому что они боятся знать правду, как когда-то боялся я сам Но, кто знает, может моя история станет для них достаточно убедительной Поверьте, стоять на пороге смерти будет пострашнее результатов анализа Так что задумайтесь о себе, пока не поздно Когда вы видите, как гибнут молодые парни, как, например, Даллас Маккарвер Это очень-очень печально Всегда надо взвешивать риски и выгоду И я всегда говорю людям, что вы сами принимаете решения Но знаете, когда вам 25 лет, вам просто все равно В 25 вы хотите быть лучшими в мире Вы хотите быть мистер Олимпия Только становясь старше, вы начинаете задумываться Друзья, ну и хочу также отметить, что подобным выпуском я не нагнетаю ситуацию вокруг бодибилдинга Понятное дело, что профессиональный культуризм, как и любые другие виды профессиональных видов спорта Не имеет ничего общего со здоровьем Но есть множество примеров, когда люди завершали свою соревновательную деятельность И оставались достаточно здоровыми людьми Так что все зависит от вашего подхода, от вашей бдительности и от ваших знаний И именно поэтому я хочу верить, что этот выпуск действительно окажется полезен тем моим зрителям Кто увлечен железным спортом и куда больше внимания уделяет достижениям и рекордам, чем своему здоровью Для всех же остальных это очередная нетипичная история фанатичного атлета Которая, как мне показалось, могла быть вам интересна Ну и кроме того, я хотел выразить благодарность проекту Generation Iron, который подготовил очередную Уже третью часть фильма «Поколение железо», фрагменты которой вы видели в этом выпуске Обращаю ваше внимание, что в этот раз заступна и русскоязычная версия этого фильма Над которой работали профессиональные дикторы и к тому же фильм снимали по всему миру Так что кому интересно посмотреть, приобрести фильм можно по ссылке в описании и тем самым поддержать его автор Ну и конечно самое главное, спасибо вам за то, что смотрели этот эпизод Делитесь своими мыслями о выпуске в комментариях И кому нравятся мои материалы, поддержите мой проект и подписывайтесь на канал По этой ссылке я действительно стараюсь готовить для вас качественный контент Материал для вас подготовил Андрей Луценко Не прощаюсь Субтитры создавал DimaTorzok